здравствуйте с вами марина рекалина и порция практических советов присоединяйтесь к моей работе я приглашаю вас свою тепличку ее размер всего 2 на 4 метра она оснащена инфракрасным обогревателем с терморегулятором а вся внутренняя часть затянуты не тканым материалом эту теплицу я использую для того чтобы получить самый ранний урожай здесь будет расти всего восемь томатов 4 перца и 4 огурчика сегодня я предлагаю вам вместе со мной заправить грядку на которой будем выращивать супер ранние томаты первый ингредиент который я буду вносить на грядке по томаты это биогумус в биогумусе питание находится в доступной форме а самое главное что здесь нет никакой инфекции на грядку длиной 2 метра и шириной 50 сантиметров мне понадобится всего лишь 3-4 литра биогумуса у нас свое небольшое подворье есть свои курочки и всю зиму я собираю яичную скорлупу если вам кто-то скажет что яичная скорлупа поможет вам с таким заболеванием как вершинный гниль не верьте это конечно же неправда но с другой стороны диффузию молекул никто не отменял кальций все равно будет высвобождаться хоть и медленно скорлупу очень любят полезные бактерии она не дает почве слеживаться третий ингредиент который я буду вносить на грядке это вермикулит сразу хочу вам сказать что выносить вермикулит каждый год на грядке нет никакой необходимости дело в том что вермикулит не уходит в нижние слои почвы вы внесли его и можете 5-6 лет больше этого не делать если вы прежде не вносили вермикулит на свои грядки то достаточно внести 1 или 2 литра на квадратный метр перебарщивать не стоит потому что вермикулит защелачивает почвы ваши растения могут начать болеть хлорозом большая проблема которая возникает в почве в теплице это слеживание грунта поливать в теплице приходится гораздо чаще и в итоге земля сильно уплотняется именно по этой причине корни плохо развиваются а мы можем потерять часть урожая поэтому на свои грядки в теплицу я вношу именно много компонентов которые будут улучшать структуру почвы и кстати тем самым создавать более благоприятные условия для развития полезной микрофлора релит кстати на свои грядки я еще не вносила у него тоже масса преимущества я хочу вам дать маленький совет если вы хотите сэкономить на покупке некоторых разрыхляющих компонентов то возьмите мелкую фракцию керамзита кстати она отлично работает и не дает почве слежаться а вот мой любимый ингредиент про который я уже вам много много раз рассказывала это циолит чтобы сэкономить на покупке циолита в садовых магазинах я приобретаю в отделе для животных наполнитель для кошачьих туалетов единственное что на нем не пишут что это циолит а должен быть вулканического происхождения поэтому смотрите этикетки выясняйте это опытным путем циолит вулканического происхождения не растворяется в воде кстати при однократном внесении он работает в почве до 10 лет самое главное что циолит содержит кремния а кремния делает ткани растений более прочными еще один компонент это мясо костная мука это недорого и можно купить на базе кормов для животных или на птичьем рынке кстати здесь большое количество белка и работает этот продукт в течение всего сезона на самое главное что используя мясо костной муку можно полностью отказаться от внесения минеральных удобрений я этого никогда не делаю на грядку длиной 2 метра и шириной 50 сантиметров нужно буквально один стакан костной муки а еще каждый год понемногу я вношу на своей грядке кусочки березового угля нужно нарезать их приблизительно размером один четыре сантиметра не больше сам по себе уголь не несет никакой питательной ценности но на его поверхности может задерживаться большое количество питания и это питание уже не будет вымываться в нижние слои почвы а еще уголь очень любит полезные бактерии а развитие гнилостной микрофлоры он останавливает и последний продукт который я вношу на свои грядки уже сильно повышает плодородие почвам называется он почва улучшитель в его составе высокое содержание гуминовых веществ продукт довольно экономичный и нужно слегка лишь присолить грядки ну что ж вся вкуснятина на грядках заделываем если вам вдруг кажется что я чересчур и расточительной и внесла слишком много всего на своей грядке это ошибочное впечатление все ингредиенты у меня еще в большом количестве остались и мне хватит их чтобы заправить всю свою теплицу ну а потом я вношу это не каждый год в таком количестве на каждую грядку как я уже говорила что многие компоненты работают в почве от 5 до 10 лет вы только посмотрите какого качества получается грунт вот если каждый год добавлять сюда хотя бы понемногу разрыхляющих компонентов но конечно же корневая система будет развиваться здесь просто отлично на данный момент почва в теплице слишком холодные бактерии не работает как только она прогреется но приблизительно до 12-15 градусов будем производить обеззараживание биологическими фунгицидами марина ркально специально для канала семена партнер